всем привет господа и дамы кстати тоже это будет выпуск про посылки с алиэкспресс начнем с малого это вот такие стекла юбир заказывание в первый раз вот уже не вылись просто из пакет пакет был ужасного качества могу смело рекомендовать это не реклама просто могу сказать что стекла хорошие давайте одно из них покажу как это все выглядит то есть комплектация достойна во-первых приходит все в таком полу жестком боксе все тут кончилось тряпочка такая присутствует и такой конвертик видим юбир здесь находится в отдельном пакете раньше в такие пакетики заворачивали телевизоры вообще-то толстые лучевые с экраном вот такой меденький с мякушкой что еще в комплекте присутствует того конвертика пусто салфетка спиртовая такие специальные стекеры которые можно будет чуть отклеивать стеклость выпала пыль и удалять оттуда ну и вот такая мини карточка пластика который разглаживаем пузыри комплектация принципе достойная могу повторюсь таки смело рекомендовать такие стекла самых заказываю неоднократно на разные свои разные свои телефоны так вот мы запакуем я же не люблю все бросать в не том состоянии поэтому например бывает часто что если заказывать стекло много дешевле то может пойти какая-нибудь история если вы делаете через интернет-магазин уже сломанная такое было знаете неоднократно с кем-нибудь китайскими стеклами за 2 ладно это мы убираем дальше что у нас приехала такой пакетик где наш хотя не давайте пакетик отложим сначала расскажу про зарядку депо зарядка депо заказывал специально если видно с двумя входами юсби а юсби си зарядка на 18 ватт ну чтобы можно было так в поездке оставить родную и плавскую зарядку от макбука не брать с собой зарядку для айфона и просто воспользоваться одной такой зарядки поставить на ночь два устройства и за эту ночь принципе нашли они разряжены оба в ноль они прекрасно зарядятся плюс в нормальных современных отелях бывает такая история что уже стоит какие-то найти такие розетки уже с входами юсби а как минимум современных премиальных автомобилях уже юсби си розетки даже стоят но немножко другая история к этому может быть вернемся потом но хочу сказать что разочаровала мне эта зарядка объясню чем когда ее включаешь стоит назойливый такой писк треск и невозможно даже спать то есть если унести грубо говоря эту зарядку в ванну ванную комнату соответственно там поткнуть устройство тогда естественно это мешать не будет если стоит такая жесткая прям задача что не брать с собой лишнего веса если путешествие не на автомобиле а там на мотоцикле на велосипеде либо грубо говоря на самолете поезде общественным транспортом тогда естественно это имеет место быть но повторюсь таки стоит обратить внимание что зарядки издают неприятные звуки было куплено около 500 рублей поэтому думал что удастся экономить но к сожалению нет видимо от брендованных производителей никуда не уйти придется видимо еще попробовать зарядку под к шаоми gun зарядка так называемая начать побольше примерно такой формы на стакан раза в два два с половиной соответственно длиннее вот такая примерно втыкается это же вроде бы заряжает на 65 ватт то есть для макбука естественно рассматриваем но кому надо только в описании оставлю так воспользуемся нашим добром штопором для этого из набора о наборе запишу отдельный ролик так тут есть такая копка емочка и ей будем скрывать пакетик все обычно спустите канцелярские ножи ножи для бумаги так все выкинули о базеус базеус кобелечек был заказан наконец-то дошел заказал еще его до нового года для машины для телефона для дома видим значочек так что у нас еще указано характеристики есть какие-то по моему я его заказал тоже для макбука он на 65 ватт должен был рассчитан поэтому проверим а потом с макбуковской зарядки 2 метра длина хоть в такой клетке слушайте шикарный то есть вообще обалдеть на самом деле постоянно как-то скручивать он прям на нем уже зафиксирован вот обалдеть такая мягкая бархатка двухметровой кабелечек то есть у меня размах рук на два метра не достает базеус серая такая окантовка кабель usbc usbc такой матерчатый тряпичный и повторюсь таки очень крутая история вот этот час при вас попробую вас мотать вот так вот поехали для чего вообще его покупал чтобы родную макбуковскую зарядку с родным черным прошу прощения белым толстым проводом который очень плохо на скручивание работает можно было ставить грубо говоря дома вот этот кинуть с собой в рюкзак с которым я физически куда-то выдвигаюсь езжу либо китом на мотоцикле либо рюкзак пикадра кстати на него можно тоже будет снять небольшое видео покажу под 13 умер в мой могу кто-то идеально влезает я с ним летом ездил на мотоцикле то есть он накидал на плечи если погода хорошая недалеко доехать до работы шикарно вообще справляется так что то не очень получилось ну ладно в общем к такой кабель очень был заказан ну и финальный наш претендент на вообще из-за которого этот ролик про алиэкспресс снимается это вот такой аппарат что же здесь сейчас мы с вами и узнаем сбегая вперед скажу что образовалась какая-то странная история это посылка которая позволит в той или иной мере почему в той или иной наверно по большому счету ну да в той мере улучшить качество контента на данном канале но столкнулся первый раз такой истории что заказ 1 а посылка почему-то разбита на два раза и самое удивительно что мне доставили якобы из китая за четыре дня всего а вторую посылку так и не отправили вторую часть этого заказа что это сейчас мы с вами и увидим берем наш любимый штопор и начинаем потихонечку полигонечку ой как он шикарно работает коробку бы не повредить она тоже поцарапается о самом деле я не верю что из китая за четыре дня может что-то привести мне кажется так уже здесь на складах где-то отлеживалась и просто так и просто частично они тюхали этот заказ мне кажется как-то так работали один на самолете прямиком через таможни через все дела везли такой не очень дорогой заказ заказов порядка на на 7000 рублей могу ошибаться цена на него менялся его давно присматривал в полном исполнении перед новым годом и стоил около 9 10 тысяч рублей сейчас видимо после всех этих праздников продавцы с алиэкспресса снизили цену так они снизили цену потому что почувствовали скорее всего что покупатели уже так уже под наелись покупками и как правило в январе феврале и такие мертвые месяца практически в любых сферах бизнеса образуются такие просадки об оба на так давайте сторонку 1 пошел как говорится какая-то такой трансформер к нам подъехал что что такое то какая-то сумка не очень приятно судя по ощущениям внутри потому что оп пусто слушайте да тихо ну типичная китащина химоза что тут взять внутри прорезинено все наружу типа плащовка еще и просвечивает местами какие-то микро дырки знаете как от сварки в общем это дешевая сумка так дальше какая крутая об ну-ка штопор какой славно я на нас все остальные посылки буду распаковывать не хочет поэтому берем штопор об оба на что у вас здесь что у нас здесь тоже этот мусор сразу убираем мы за порядок об не попал я думаю лишь догадались что же здесь находится один чехольчик так секундочку будем это вместе с вами настраивать хорошо меня видать но я думаю в принципе всем понятно что это софтбоксы которые помогут нам улучшить качество съемки спицы от него будем разбираться это что такое это видимо сам чехол рассеивающий на липучках сейчас моего 2 соответственно такой же скорее всего пусть он там пока полежит что у нас тут тут на что давайте сумка конечно забавная дешевая крайне вряд ли такой буду пользоваться для переноски я вообще думал заказывать ли кольцевой свет большой либо все таки софтбоксы но выбор пал на софтбоксы коробки тоже странные давайте будем именно прям разрывать потом почему потому что они запакованы скобами такими и соответственно вряд ли они подлежат второму разум в эксплуатации ой так я и думал господа обалдеть лампочка 45 ватт 220 вольт 5500 кельвинов такая лампа так как ее обратно хорошо думаю здесь понятно что их у нас тут будет поскольку софтбокса 2 по 4 лампы на каждый здесь у нас их 8 штук ну то есть давайте так и быть тогда успокоимся 1 2 так продолжаем 3 4 открываем вторую часть то есть следующие ролики которые я сейчас буду снимать которые будут выходить соответствующей регулярностью будут сейчас сняты уже с софтбоксами все разорвали коробку 56 черт подели наконец-то 7 8 так в этих лет выстоим будто бы этот дорогущей сотики ну посмотрите модель чайна конечно 8 коробок 8 лампочек сейчас мы их тоже уберем и посмотрим что у нас здесь там скорее всего должны быть три ноги и распаковываем финальные коробки такие тяжеленные тут надо думаю поаккуратнее как-то оп потому что эти коробки могут пригодиться в дальнейшей эксплуатации не всегда же все вот и дешевой сумки таскать сумка конечно честно говоря зачаровала ожидал большего так рановато я застегнул наше орудие скотчем конечно хорошо все запаковали радует раз два так еще здесь какой-то но уны скотч давайте давайте больше ничего нет насколько она вот тоже воняет это китайской пластмассой на самом деле сколько он раздвигается на столе помещается нет ну вот так принципе это все выглядит я думаю я приложу финальную фотографию как это будет выглядеть я снимаю на кухне я думаю это понятно и так судя по интерьеру можно вот так и тут у нас микрометренными винтами зафиксировать помню как работал и учился в своих учебных заведениях и там были обучением на геодезистов то есть геодезия гидрология геология проходили практику даже удалось поработать поэтому с приборами с треногой удалось столкнуться в прошлом ну что господа идем случилось страшно то чего мы так и боялись в данном кейсе китайского производства оказалось одного важного элемента мне казалось самих светильников то есть здесь присутствуют треноги лампы в полном количестве восьми штук по четыре на каждый софтбокс сами рассеиватели и соответственно спицы все что нужно но не казалось и повторюсь таки самое важное мне казалось самих светильников которые почему должны прийти во второй части посылки когда неизвестно то есть мы видим вот это качество абсолютно отвратительное но честно говоря и стоимость комплектика оказалось тоже не такой дорогой но поковырявшись и попытавшись собрать это я понял что это довольно таки не такая легкая затея и возможно будущем придется прийти на какой-нибудь мощный кольцевой свет который будет просто снимать более близкого расстояния потоком но обязательно мы конечно же эти софтбоксы протекстируем когда придет вторая часть ну а следующий ролик придется снимать к сожалению вот при старом освещении